Родилась я в Донецке, очень хорошая семья, я обожаю своих родителей, у меня еще есть старший брат, то есть я младшая в семье, но как-то всегда была очень, ну вот очень ответственна, наверное, вот в жизни, это такое главное слово, которое можно ко мне применить. Закончила я школу серебряной медалью из-за того, что у меня была одна четверка по украинскому языку, вот откуда все пошло. Затем я получила три высших образования, первое, папа, мы шутим, куда папа устроит, ну как, куда родители, да, они решили, что я должна быть бухгалтером, вот в семье должен быть бухгалтер, но я очень творческая личность, то есть не дружу с цифрами, я их не запоминаю, я с ними абсолютно, все, что касательно финансов, это не мое. И как бы я ни старалась учиться получать экономическое образование, все-таки я поняла, что это не мое, поэтому на третьем курсе я поступила дальше на телерадиорепортера, дальше я уже поступала и училась, ну скажем, сама, понятно, я и там училась сама, но иметь в виду, это уже был мой осознанный выбор дальнейшей профессии, и я закончила, когда университет, у меня уже было два диплома, я магистр экономических наук и телерадиорепортер, и затем я пошла учиться дальше на психолога, это был институт после дипломного образования, специальность психология, тут я просто, мое понимание, что психология это жизненная мудрость, то есть я не собиралась работать по специальности, я хотела это сделать для себя, для понимания себя, понимания людей, то есть всегда интересовалась взаимоотношениями, психологии, и, наверное, я бы пошла учиться дальше, если бы на последние мои лекции, на одной из последних лекций я прям в тетрадке написала такой бизнес-план, открытие центра эстетического образования личностного роста, но еще пока я училась, тут еще такое было вот эти два года, я ездила по конкурсам красоты, занималась модельным бизнесом, ну это такое было хобби, любая девочка любит выходить на сцену, то есть это были показы, фотосессии и так далее, я ездила еще по конкурсам красоты, в том числе было три международных, у меня шесть титулов, я выигрывала машины, ноутбуки, деньги и так далее, это было так неожиданно, что вот как-то за что, да, вот просто потому что вышло эффектно и улыбнулась, то есть вот после последнего титула я решила открыть свой центр, это буквально было, он назывался имидж-центр Влада Евсеевой, очень скромно я его назвала, это был специальный ход, я знала, что все, что я буду делать, я буду таким образом пиарить свой центр, и мой центр будет, то есть это было такое очень осознанное, скажем, решение. В этом центре были кабинет психолога, имидж-курсы, то есть визаж, актерское мастерство, ораторское искусство, курсы для девушек, для женщин, для мужчин, то есть вот такой вот курс развития, где можно было действительно совершенствовать свою личность. В рамках этого центра была школа благородных девиц, где я вела первые вступительные занятия и после обучения делала со своей командой первый светский бал, назывался бал дебютанток, потом бал юной леди Донбасс. Это было все очень красиво, полонез, вальс, это все было очень, настолько трогательно, по-настоящему, вот такое было. Затем я открыла светский обозреватель Don't City Post, журнал, я была его издателем, то есть каждая буковка, вот эти дедлайны, как это все было, то есть и потом после светского обозревателя мы сделали светскую премию Донбасса, она называлась первая светская премия. Также в рамках центра был мафия-клуб, Донецк мафия-клаб, это интеллектуально-психологическая игра, где я была президентом клуба и ведущей официальной, мы делали очень много ивентов именно вот для наших игроков мафии, мы награждали лучших игроков в рамках мафия-клаб, это было тоже очень красивое светские мероприятия, то есть очень много светских мероприятий, в том числе в Донецке я делала вместе со своей командой, то есть водила это в моду, все через моду, я несла моду на развитие, на интеллектуальное развитие, на внешнее совершенствование, вот таким образом. Также я делала телевизионные проекты в Донецке и была официальной ведущей Дня города, 6 лет я вела День города Донецка и официальные премии, церемонии, то есть все-все-все вот это, это тоже моя деятельность. Пока не произошло то, что произошло и дало такое, знаете, я начинала, как я говорю, многие наши донецкие начинали не с нуля, но сначала, то есть я переехала в Киев и, прежде чем переехать, долго думала, что делать дальше, то есть каждый из нас в этот момент думал, что делать дальше, когда вот все было и теперь ничего нет, это нужно начинать сначала. Во-первых, нужно было выбрать город, нужно было полностью быт наладить, решить очень много вопросов, связанных с дальнейшей жизнью. И меня начали приглашать на семинары, на фестивали, вот так вот родилась идея создать проект «Леди на миллион». То есть я написала первый семинар «Леди на миллион», после этого мне предложили вести радиопрограмму «Леди на миллион», то есть я сейчас ведущая авторской программы «Леди на миллион», и написала уже четыре семинара, работаю над пятым. Это серия семинаров, причем я работаю постоянно, с утра до вечера, я либо читаю, либо учусь вебинары, семинары и пишу постоянно следующие тренинги. Я уже написала книгу, она пока в электронном варианте «Сто секретов, Леди на миллион». То есть вот сейчас совершенствуюсь в этом направлении. Ну, скажем, вся моя деятельность поэтапно, она привела к тому, что теперь я читаю эти семинары, пишу и читаю, потому что весь мой опыт жизненный я передаю через мои семинары. Знаете, что самое для меня? Я очень счастлива, потому что я действительно занимаюсь благополучной деятельностью, и я очень счастлива получать обратную связь от своих «Леди». Когда они выходят, что они пишут и что они говорят, это большое счастье для меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!